Всем привет! С вами Юра Краш, и мы продолжаем проходить Mass Effect. Как вы помните, в прошлый раз мы с вами вышли на след, ну, точнее, попробовали покорить станцию вершин, у нас от не очень получилось. Ну, и нам надо отправляться в систему Эреба в скоплении Тетэ Стикса, где у нас, ну, куда нас ведет след Рахни. Давайте займемся это. Эреба Тетэ Стикса. Сейчас найдем ее. Наверное. Периодически у меня это занимает какое-то потрясающее время, но сейчас постараюсь смотреть в оба и ничего не пропустить. Тетэ Стикса, тетэ Стикса. Такс. Отлично. Еще раз. Эреба. А. Окей. Ему уже кажется в ней. Да? Что за бред? Что за бред, как мы здесь оказались? На планете Немпас. А. Может быть, нам соседнюю систему. Черт его знает. Я, кажется, опять протупил. Эреб. Во. Ну, о. И сразу мы не видим Немпас, но давайте осмотрим все остальное. Там вдруг мы с вами сможем хоть что-то посканить. И хоть что-то таким образом найти. Например, протеанский диск с данными. В процессе сканирования планеты в Вермане был зафиксирован странный сигнал. В результате последующего сканирования старшему инженеру Адамсу удалось обнаружить на орбите ремонтный дром. Дали и Адамс. Доставили его на Нормандию и разобрали. Внутри был найден протеанский диск с данными. Неплохо, неплохо. Что ж. Квадзи. Мм. Обнаружен тяжелый металл-платина. Ништяк. Текс. Ну, и вот мы, видимо, дошли до Немпаса. Вот здесь в этом скоплении я ничего не вижу. Будем высаживаться. Давайте почитаем. Немпас – планета земного типа. Могатая ресурсами и немного превышающая Землю по размеру. Атмосфера состоит из сернистого газа и аргона. Кора Немпаса имеет небольшую толщину, не превышающую 8 километров в любой точке планеты. Подземные потоки магмы представляют опасность для перемещения по поверхности. Часто случаются землетрясения. Несмотря на богатые залежи тяжелых металлов и радиоактивных элементов, геологическая нестабильность сдерживает инвестиции горнодобывающих концернов. Еще больше затрудняет освоение планеты тот факт, что скопление Теттистикса находится в опасной близости от кольца 5 килопарсеков, опоясывающего центр галактики. В кольце очень высоко содержание молекулярного водорода, который является строительным материалом для большинства образующихся в галактике звезд. Навигация в этом регионе слишком опасная. Но мы приземляемся все равно. Что ж, Хакус Урндот. Подтвердим состав. Я, поскольку немножко подзабыл, что у нас и как у нас, первым делом, наверное, проверю, вложены ли у них все скиллпойнты. Потому что вполне возможно, я в какой-то момент это забыл, и лучше это проверить сейчас сразу. Да, все хорошо. Итак, у нас здесь аномалия, станция перехвата, обломки, аномалия. Ну, давайте вот так вот и против часовой стрелки пойдем. Наверное, нам это будет таким самым оптимальным маршрутом. Так, а нам надо... Да, мы можем объехать по низине и потом полезть в гору. Ну, или вот здесь, кстати, проехать, если там ложбиночка есть. Я что-то не посмотрел, и снова смотреть. Как-то... Ну, есть такая мини-ложбинка, которую мы удачно пройдем. Во. Собственно, до 50-го уровня осталось немного. Потом я понимаю, что уже отвертеться от покорения станции вершины у меня не получится. И тут мне останется только тренироваться, тренироваться и становиться все лучше и лучше, если я вообще это смогу. Но, надеюсь, у меня это получится. Все-таки мы играем с вами на нормальном уровне сложности. Я вообще думал, что там, ну, фу, как бы мы все пройдем за секунды. А вот, как видите, нет. Ну, ладно. Чайни Дарк Соулс должно быть проходим. Ух ты. Что тут за прелесть такая. Похоже, что буровые остановки были отключены после того, как был пробурлен проход в подземные туннели. На домике и снаряжении нанесен логотип горнодобывающего консорциума Тенкарры, но следов шахтеров нет. Ага. Слушайте, а здесь даже у них стоит этот... Транспортеры. Ну, то есть, неужто чуваки ушли, прям бросив все? Странно, как это для меня фигня. Но мы видим месторождение чего-либо. И мы к нему, естественно, подъедем. И мы его, естественно, захватим. Во. Конечно, выглядят они странновато, если честно. Уран. Нормально. Нас вообще не облучить, так если подумать. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй. Тут надо было не думать, а делать. Эй. Ага. То есть, можно не с первого раза. Хм. О, мы нашли уран. Шикардос. Я почему-то постоянно боялся, что... Типа, если мы не сможем, то мы не сможем. Типа, все, как бы не нашли и уехали. Оказывается, тут упорство тоже может дать приятные дивиденды. Хм. Поездки, конечно, по вот этой штуке, по поверхностям планет, они местами, ну, довольно-таки странные. Чуваки сделали огромную работу, несомненно. Но... Знаете, я сейчас скажу. Вспомнился обзор какого-то чувака на Final Fantasy XV. И он ее сравнивал с какой-то другой игрой. Если не ошибаюсь, даже, может быть, с Готикой. Не наш обзорчик точно, наших я не смотрю. Ну, смотрю очень редко, ладно. Прям вот вообще очень-очень редко. И чувак говорил о том, что в Готике, да, огромное пространство. И в Final Fantasy XV огромное пространство. Но, типа, в Готике, в который я не играл, куда бы ты ни свернул, тебе везде найдется, что сделать. Там везде какие-то маленькие квесты, что-то, какой-то ништячок припрятан, еще что-то. А в XV финалке, да, там красиво. Там, бесспорно, очень-очень красиво. Но стоит тебе свернуть с дороги, ты приходишь вот в эту красоту, а там делать нечего. То есть ты можешь на нее посмотреть. Ты можешь ей полюбоваться, но по факту она, ну, ни на что не влияет. То есть в какой-то момент, ну, изучение вот этих виртуальных пространств, оно интересно до какого-то момента. Ух ты, этот ящик почему-то мне напомнил Dendy. Хм, интересно. Ну, давайте его обследуем как следует. О, у одного из шахтеров найден медальон Лиги Единения. Он мог найти его в шахтах, но с уверенностью этого сказать нельзя. У одного из шахтеров. То есть там, типа, шахтер, что ли, был? Непонятно. Такс, обломки. Обломки, как правило, ведут нас к каким-то ништякому совершенствованием, но отказываться я не буду. У нас всякие улучшения на всё-всё-всё, они нам совершенно не повредят. Кстати, тут, опять же, читал такую мысль, что надо было нам на астероид идти уже почти на максимальном или на максимальном уровне. Ух ты, смотрите, там что-то... Там я видел, что-то светилось. Почему оно у нас так... Во! Почему оно у нас на карте не было обозначено? Давайте-ка заглянем туда, а? Это же неспроста. Так вот, просто там вот тот биоусилитель, который нам дали, мы лучше него до сих пор ничего не нашли. А, типа, дают его, ну, соответствующего уровня, который вот у тебя на тот момент. Поэтому, если бы мы с вами немножко обождали... Ну, опять же, это было несознательное действие, наш поход, в общем-то, на этот астероид. Потому что я вообще думал, что это, как бы, ни разу не дополнение, и не ожидал, что там будет столь крутой, столь полезный ништяк. О, ух ты! А там что-то прям... Там что-то прям нормальное. Ха! Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, мако! О, простите меня, я пытаюсь управиться с этой неуправляемой бандуриной. У меня это не всегда выходит. Так. Фу. Ммм... Где-где-где? А, видимо, на плоте. Это специально было сказано очень громко. Во! Итак. Чем, смотрите-ка, чем дальше, тем более богатые стали планеты. Э-э-э... Внезапно. О! Обнаружен легкий металл. Мы нашли титан. Угу. Экс. А что там такое? Причем нас даже не туда ведут, что характерно. Ммм... Странная фигня. Но ладно, да пусть. Куда нас не ведут, и что нам с этим делать? Ну, кроме как вестись, естественно, потому что... Мы с вами легко ведёмся. В хорошем смысле этих слов. О, здесь какой-то зонд разбитый. Блин, я вот только сейчас понял, что мне дико нравится то, что у нас такие с вами стали цветастые костюмы у всех. У, патроны Инфермо и кинетический экзоскелет 9. Давайте посмотрим, что у нас здесь стоит. Экзоскелет. Ха, ну, мне кажется, кинетический экзоскелет поинтереснее. О, боевой экзоскелет. Давайте вот это используем. Это, кажется, круто. И патроны Инфермо. Давайте посмотрим, что у Гаруса на винтовочке стоит. Угу. Так, у него стоят патроны Кувалда 9. А у нас, по-моему, десятые были, нет? Нет, не десятые, девять. Нет, стоп, десятый. Я практически уверен. Ладно. Кувалда. Минус поглощение тепла. Цель, огневая мощь, токсический урон. Во. Во, вот это снижает врагу точность и наносит урон. А, давайте их экипируем. Так, а мы тем временем садимся в МАКО и едем на станцию перехвата, чтобы это не было. Ну, сейчас заодно и узнаем. Я, кстати, вспомнил, что ни разу не сохранялся. Даже если нас не убьют, всегда есть шанс, что игрушка вылетит или еще что-нибудь пойдет не так. Единственное, от чего я хорошо защищен, это перепады электричества. Потому что давно понял, что дешевле покупать там раз в 4-5 лет бесперебойник, чем раз в несколько лет жесткий диск и блоки питания. Как-то вот везет мне на дома, в которых электричество, ну, так себе, честно говоря. То есть, раньше вообще пипец, оно прям страбило периодически. И, я не знаю, я за, там, лет 10 сменил очень-очень много, ну, не знаю, наверное, за 10 лет я сменил 6 блоков питания и пару хардов, которые тоже там... Ух ты! О, а здесь прям целая станция. Что происходит? Кажется, это Рахни. Кстати, у нас все... Рекс Соколов, здесь винтовка, все хорошо. Ну, давайте посражаемся с этими Рахни. Что-то только опыт я не вижу почему-то. Ребят, вроде как их убиваем мы. Я, конечно, могу ошибаться. Причем даже хп я не... А, не, вот хп, ну... Ну, вот это точно мой килл был. Ну, допустим. Даже щит нам кидать смысла нет. Минута, приближаются Рахни. О! У лейтенанта Дюран. Первый лейтенант Дюран, сэр. Третья бригада, 14-й пехотный полк. Я чертовски рада вас видеть. Вам нужно подкрепление. Вообще-то нам нужно убираться отсюда к черту. Но, думаю, на ваш корабль мы не поместимся. Нас высадили здесь несколько месяцев назад. Припасы нам привозили каждые две недели. Мы не видели тут ничего опаснее лишайников. А вчера из-под земли полезли эти твари. Я не знаю, откуда они взялись. Это все, что осталось от 90 человек. Я старший офицер. Они называются Рахни. Сюда в последнее время прилетал транспортный корабль? Да. Но это был корабль Альянса, капитан. В смысле, это был дрон. Полностью автоматический. Но что... У нас нет времени объяснять. Вы здесь в безопасности? Мы сражались лишь с малой группой. Наши сейсмические датчики показывают, что из-под земли поднимаются сотни этих тварей. У нас есть максимум пять минут. Возможно, нам удалось бы сдержать атаку, если бы наше положение было не таким плачевным. Вы же видите, это место полностью разрушено. Делайте, что можете, чтобы защитить свои позиции. Мы посмотрим, удастся ли нам починить системы защиты. Слушаюсь, капитан. Вы слышали, капитана? Всем приготовить боеприпасы и гранаты. Ешьте и пейте, пока есть такая возможность. Перед смертью не накуришься, но все равно. Курите. Так вот, я хотел сказать до этого, что обалденно у наших бронька. Прям цветастая, клевая, вообще прям радует глаз. Рахни вывели из строя генератор, поэтому оборонительные турели не работают. Вы можете подключить турели к двигателю Мака, но тогда использовать оружие, установленное на вездеход, будет невозможно. Да, давайте подключим. Там, черт возьми, вот эти вот турели, я думаю, они покруче будут, чем оружие на Мак. Плюс мы стараемся... Стараемся из Мак лишний раз не стрелять, чтобы... Вишних боеприпасов не найдется, сэр. Слушайте, если их от 90 человек осталось всего трое... У вас есть лишние боеприпасы, сэр. Вы издеваетесь. Может, еще у меня Сигулю стрельнешь, брат? О, нет. Ну, мы, короче, у честных чуваков еще стырили... Стырили всякие ништяки. Ну, и опять настал наш черед им как-то помогать с рахними. Я, конечно, понимаю, что мы с вами стоим довольно-таки на открытой позиции. Но, во-первых, я надеюсь, что это заставит нас привлечь огонь на себя. А, во-вторых, мы с вами довольно-таки крутые, чтобы не париться, если вдруг по нам кто-то постреляет, ну, кроме наших. Ты что делаешь? Ладно. Там что-то Рекс отжигал. Слушайте, а мы вот здесь можем встать, да? О! Ништяк! Давайте, ладно, встанем, как предполагается. Там наши ребятки, в принципе, тоже жгут. И по рахни должны биотические всякие штуки заходить очень хорошо. Не, они будут приближаться еще и еще, что ли? Да что ж ты по мне стреляешь-то, Вася? Что у тебя за масса такая? Ой! Ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Эмм... Эмм... Печально будет! Куда? Куда мы... Как мы... Эээ... Давайте присядем. Попробуем как... Во! Отлично! Мы, кажется, вылезли с вами из космо... Да! Я прям чувствую себя в онлайн-шутере, если честно, теперь. Хе-хе-хе-хе! 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 Ну, окей, давайте посмотрим, как мы будем держаться. Ребзы, вы вообще активны? Хе-хе-хе-хе-хе! Стреляем. А что у нас есть? Не сбор, атака, удерживание позиций, движение. А! Не, ну двигаться мы его не будем, давайте сбор. Видимо, я так полагаю, на станции вершина что-то подобное происходило. Мы стреляли просто друг к другу спины. А, и из-за этого эффективность нашего боя была, конечно, ничтожна. Тут придется... И, видимо, с нашим сквадом поработать как-то. Может быть, даже, знаете, типа вдвоем раскладывать одну группу, а третий бежит сразу вперед. Пока третий впереди что-то разбирает, мы вдвоем там заканчиваем и перебегаем сразу через точку. Вот такая у меня мысль возникла. Может быть, поможет. Так, ну че? Эти тварюги закончатся вообще сегодня? Или за эту минуту нам что-то надо было сделать, а мы это не сделали? Ну, на самом деле, вот в чем у меня вопрос, типа, какого фига? Стоило нам приехать, они прям втроем справляются, а их до этого было 90 человек, они не могли вот все то же самое остановить. Либо так и стали спокойнее. Ну, давайте поговорим с ней. Черт побери, сэр. Вот это была заварушка. Вы в порядке? Да что мне будет? Сами не ранены? Все еще на ногах. Но мы сражались почти 26 часов без отдыха. Долго мы не продержимся. Мэм, мы получили сигнал от одного из БПЛА, который сканирует поверхность. Большое пустое пространство, примерно в пятистах метрах под землей. Вот. Наверное, это оно и есть. Скорее всего, оттуда они и появляются. Но мои люди не в том состоянии, чтобы провести зачистку. Просто скажите нам, где это? Вы не обязаны это делать, капитан. Мы их измотали. Мы можем подождать, пока появится большой корабль и заберет нас отсюда. Если вы хотите пойти туда, мы дадим вам координаты. Но решать вам. Вы спасли наши шкуры, капитан. Спасибо. Опыта-то. Опыта дайте. Шкуры мы спасли. Спасибо. Но, видимо, нам ничего не остается делать, как отключить мака от сети, прыгать в него и ехать. Можно было бы, наверное, и пешочком. Ага. Ну, что-то я так смотрю, нам тут тогда идти... Давайте космопеха не будем давить с вами. Во-первых, ему будет не очень приятно. А во-вторых, нам будет не очень приятно. Мы же с вами как-то все-таки пытаемся, по крайней мере, быть на стороне добра. А тут взять просто чувака об стенку расключит и такие... Ой, ну я же, в принципе, вас всех спас. Кстати, вот интересное, да? Представляете, вы командир взвода, который сражается с вот этими чертовыми рахами. Тут приезжают чуваки, спасают вас всех, а потом случайно одного из ваших дают. Нелепая ситуация. Ну, то есть, если к ней серьезно относиться, можно себе мозг свернуть. Давайте, как бы, ну, совсем серьезно подключать не будем, но вот так немножко в полукомичной форме о грустном. Да, приехали чуваки, вас всех спасли, а потом одного задавили. И такие, блин, ну, нам очень жаль, но нам уже вас спасли. Чтобы вы понимали, без них вам хана точно. И вот как реагировать? Ну, понятно, как бы, всерьез, с таким вопросом озадачиваться не стоит. Там будут сниться кошмары от того, как вы сначала отстреливались в арахни, а потом вашего боевого товарища задавили. Так. Ну, а у нас традиционная шахта с вами. Ой, чем меньше мы не можем сделать. Ну, ладно, шахта как шахта. Довольно-таки тривиально. Мне кажется, мы в таких с вами бывали уже и даже не один десяток раз, возможно. Здесь что-нибудь есть вообще? О, запертый ящик. Э, давайте-ка. Вот и все. Снайперская винтовка Волков Икс. Слушайте, Волков Икс это раз не самая топовая. Мне просто интересно проверить. А, нет. Стоп, снайперка. Да, Волков Икс, представляете, нам просто так она выпала в каком-то сраном ящике где-то в попе мира. Вот. Я ее просто до этого столько, столько сохранений загрузок выбивал. и вот так она у нас с вами ни с того ни с сего на... Ой. Ой. Не нравится мне вся эта фигня, знаете ли? Ну, ладно, мы, благо, крепкие. У нас очень хорошая броня теперь. Помню, да? Эй. А вы не хотите к сингулярности поближе? Да, ребят, нет? Ого. Он, конечно, экспо, кстати, стал прилетать. Я хотел сказать, как здорово мы устроились. Мы по нему попадаем, а он по нам нет. А он в этот момент просто висел в сингулярности. Эй. Эй, ребятки, ребятки, ребятки. Все немножко потравились. У меня ощущение, что мы в Рексе стреляем, да? Агарус вообще не стреляет. Эй. Во-во-во-во-во. Полегче, полегче. А это свои. Я, честно говоря, от страха это чуть штанишки не наполнил. Эй, 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 эй. Фак, фак, как же так происходит-то? Так, хорошо. В это полетает. Блин, эти пари, конечно, атакуют. Дай боже. Прям. Причем, им, по-моему, на наши щиты, совершенно наплевать. Самое обидное. Если бы они хотя бы щиты уважали, я бы еще как-то понял. Да, парни действительно очень любят стрелять друг другу в спину, как я погляжу. Так, унигель, унигель продолжает рассказ. Подличись к нашим унигилям. Вот. Так гораздо лучше. Хотя все равно далеко не идеально. Сейчас, если они опять отпутут, паппрут, вот, вот, типа того, да. Ребят, а вы можете меня не подпирать? Не то, чтобы... О! Вот, это было хорошо. Сзади кто-то? Кто-то сзади. А мы можем им в полет кинуть? И уже... А, нет, они не подлетели. А какой-нибудь сингулярность? Во, сингулярность, кстати, сработает. Ай! Ай-яй-яй! Эй-яй-яй! Эй, ребят! Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Так дела не пойдут. Там гарус почти слег. Да что ж я ему всё грен-то в него кидаю? Матерь Божья. Они продолжают тереть, кстати. Ай-яй-яй. И самая опасная штука вот этой фигни всей. Самая мерзкая. Что яд, он продолжает тикать. Оп. Так. Гарус, будем вставать? О, Гарус встал. А это значит, что бой закончился? Блин, ну вот это, пожалуй, кстати, один из самых неприятных боев за последнее время. Но, к счастью, мы с вами выжили. Правда, ну действительно, с расстановкой команды надо что-то делать, что-то решать, как-то это дело осознанно проводить. Иначе у нас с вами ничего хорошего на вершине не выйдет. Так, а, например, вот взять и вот так сразу-то, оп. Они выпрыгнули, а мы такие, хоп, и ничего. Хе-хе-хе. И вообще паспорт. Ну, ладно, они хотя бы стреляют не в нас. Хотя там вот огромный рахний солдат. Можем перекрыться нашими ребятами. Его зафигачить. Сейчас Гарус ляжет. А, нет. Гарус, ты не ляжешь. Потому что мы вовремя всех полечить. Так, ну, я надеюсь, ящик-то нам дадут на халяву открыть. Так. Во. Штурмовая метод. Ну, просто если бы здесь снова было что-то, опять же, топового уровня, я бы немножко даже взгрустнул. Потому что мы с такой сложностью это все добывали. А потом, типа, ну, на тебе. Хотя снайперская винтовка, наверное, ну, не самая важная из нашего экипа, ну, все равно она ценность имеет. Особенно лучшая. Так. Кидаем грену. Заходим. Выходим. Взрываем грену. Всем кофе. А вот если им вот это кинуть, им уже не кофе. Кстати, вот так вот они вынуждены сражаться. В записях о рахнийских войнах говорится, что рахни-солдаты вступают в бой только в случае серьезной угрозы улью. Можно со всей уверенностью сказать, что вы уничтожили рахни на немпосе. То есть, и при нормальных условиях, рахни-воины, они такие, вообще, на чили. И такие, ну, не, сражаться не будем. Ну, и ладно. Зато мы помогли всему, возможно, человечеству. Возможно, еще и самим рахни. Ух ты, биоусилитель, биоусилитель, биоусилитель. Шняжный. Шняжный, шняжный, шняжный. Мм. Мм. Посмотрите-ка. Полярная звезда. Причем, вот эти две полярных звезды, пятая и девятая, отличаются на пять пунктов. Всего лишь. Ну, больше лучше. Ну, зашибись. Главное, что теперь мы знаем, что рахни здесь зачищены. Больше у нас никаких подсказок не будет. Что-нибудь там есть? О. По данным журнала, которого обнаружили на станции радиоперехвата ТЭТА, атака началась вскоре после прибытия корабля снабжения со станции Сигма-23, находящейся в системе Горгоны. Похоже, что рахни оттуда. Во. У нас еще будет продолжение истории с рахни. Но я так смотрю одним глазом на время и понимаю, что продолжение будет в следующем эпизоде. Хотя я еще не прощаюсь. Давайте вернемся все-таки на Нормандию. Хм. А можем... Во. Использовать щиты, убрать пистолеты. Такие типа просто модные, клевые, молодежные. Ну, да. В общем, у меня много мыслей по поводу того, что же мы делали не так на станции вот этой станции. Но пока практических идей очень мало. Ну, будем как-то с вами выкручиваться. Думаю, ни первый, ни последний раз у нас что-то сложное произошло в игре. По крайней мере, в кингмейкере там просто трендец периодически. Там по два, по три часа сидишь. Один и тот же ивент. Такое уже просто да блевоты. Но потом побеждаешь и чувствуешь, что заслужил. Ладно. Возвращаемся в Нормандию. Ну что ж. И на этом мы этот эпизод закончим. Я думаю, следующий стоит начать с того, чтобы поговорить с Кайденом. Совсем я про него забыл. Ну, а пока давайте скажем спасибо моих, Максиму Воваеву и Андрею Фиолетову за то, что продолжают поддерживать наш канал. Ну, и спасибо, конечно же, всем вам, ребят. Концовка все ближе и ближе. Понимаю, что она немножко скользает от нас. Но что-то хочется, короче, осмотреть все, получить все, сделать все. Вот. А на этом все. Всем удачи, счастливо. Пока-пока. До встречи через пару дней. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...